Привет! Меня зовут Катя или Ирина Руа, и сейчас будет продолжение к предыдущему видео. В этом видео я, как и обещала, подведу книжные итоги года. В этом году я прочитала 53 книги, что мне кажется хорошо, потому что в том году я прочитала гораздо меньше. Я ставила себе лимит в книжном вызове на лайфхиве 50, я его преодолела, и я собой горжусь. Аплодисменты! Лучших книг года получилось 13 штучек. Я их разбила по таким, ну можно сказать, номинациям условным, просто за что, наверное, мне эти книги понравились. И давайте начнем с самой веселой книги года. Это книга Желели Горденье «Не доверяйте кошкам». Сразу скажу, что практически про все эти книги я вам уже рассказывала, так что прямо особо останавливаться на сюжете не буду. Это книга французского автора, в котором рассказывается про жизнь девушки, которой где-то там 27 лет. Она работает в банке, но она совершенно недовольна своей жизнью, так как ей не нравится работа, на которой она работает. У нее не все в порядке с личной жизнью, но в один прекрасный день появляется загадочный сосед, которым она как-то не совсем здорово, наверное, начинает увлекаться. В один прекрасный момент она решает изменить свою жизнь кардинально. И, в общем, про все про это нам рассказывает эта книга. И все это происходит так легко, так смешно, забавно, комично, что от этого просто невозможно оторваться. Очень легкая книга, очень такая изящная, французская, смешная. Если у вас плохое настроение и вам хочется его поднять или просто посмеяться и провести несколько вечеров в приятной компании, то эта книга вам обязательно подойдет. И да, хоть она и называется «Не доверяйте кошкам», кошек здесь совсем нет. То есть я не люблю котов, поэтому меня как-то это напрягало, особенно кошка на обложке. Но нет, просто главная героиня тоже не любит кошек. И, собственно, да, она считает, что кошкам нельзя доверять, я с ней согласна. Видимо, только поэтому книга так и называется. Лучшей детской книгой года стала книга «Май Леонард Фабр. Восстание жуков». Про эту книгу я тоже вам точно рассказывала. Очень такая милая, очень добрая, загадочная книга про мальчика, у которого однажды пропадает отец из совершенно закрытого помещения. Никто не знает, как такое может быть. И пока в больнице ведет расследование, мальчик как себе забирает его дядя. Мальчику, естественно, приходится идти в новую школу, где он заводит новых друзей, но самое главное, у него появляется друг Жук-носорок. Да, Жуки здесь играют не последнюю роль, они одни из главных персонажей этой книги. Довольно любопытная книга, мне очень понравилась. Это первая часть из трилогии. Я с Неспенем уже жду продолжения. И да, самое классное, наверное, что эта книга понравится и мальчикам, и девочкам. То есть у нее нет какого-то разделения по половому признаку, а это хорошо. Я не знала, как назвать номинацию к этой книге, поэтому решила назвать ее лучшей антиутопией. Хотя я потом вспомнила, что я еще одну антиутопию читала, и Кадзу, и Сигура, не отпуская меня, ее тоже можно было бы сюда включить. Ну да ладно, я ее не принесла. Поэтому лучшая антиутопия 2016 года становится книга Сесилии Ахерн «Клеймо». Лучше для меня она стала, потому что, во-первых, Сесилия Ахерн меня удивила, я не думала, что она способна написать такое. Мне, в принципе, понравился сюжет, он довольно интересный, довольно динамичный. Мне понравился мир, который придумала Сесилия Ахерн. Ну, не совсем придумала, кое-что, конечно, можно проследить параллели с других книг, но, собственно говоря, так во многих антиутопии ничего удивительного. Это также, по-моему, первая часть из трилогии, я с нетерпением жду продолжения, и, по-моему, ее хотят экранизировать, что очень классно, я с радостью бы посмотрела. Также я решила выделить лучший детектив 2016 года. Как вы знаете, я не люблю детективы, я очень редко их читаю, потому что, ну, не совсем-то мой жанр. Я либо совсем туплю и не понимаю, кто там, убийца, как-то вообще все связано, либо я сразу догадываюсь, кто все сделал, и мне читать уже совершенно неинтересно. Но этюд в «Багровых тонах» Артура Конан Дойля меня совершенно покорил, удивил, восхитил. Я не знаю, я ее вот только недавно совсем прочитала, буквально день назад. Я до сих пор нахожусь под впечатлением, потому что, ну, я действительно этого не ожидала. То есть, я думала, ну, блин, Шарлок Холмс, Тро-Та-Та, все про него знают, но... Никогда меня, например, даже фильм с Ливановым или фильм с Робертом Дауни-Бладшем не интересовал. То есть, мне, ну, я видела, да, с Ливановым какие-то серии, видела какие-то там куски с Робертом Дауни-Бладшем. Я смотрела «Шерлока» и «Пенедикта Кэмбербэтчем», который мне вот дико нравится. Это единственный, наверное, «Шерлок», которого я признаю. Но книги меня не тянуло читать. Но я записалась на игру в классики, выбрала себе вот эту книгу, потому что я решила, что хоть что-то должно меня заставить ее прочитать. И, как вы уже поняли, я в полном восторге. Я совершенно не жалею, что прочитала. Мне очень понравился язык, как и пишет Конан Дойл. Я смотрела, как он все это описывает, как все это в конце складывается в какую-то вот прям мозаику. Это просто восхитительно и невероятно. Но, к сожалению, «Шерлок книжный» у меня совершенно не вяжется ни с нашим Ливановым, ни уж тем более с Робертом Дауни-младшим. Для меня идеальный «Шерлок» все-таки это «Пенедикт Кэмбербэтч», мне кажется. Ну и то как бы тоже с какими-то там минусами. «Книжный» «Шерлок» для меня совершенно другой. И ни один из актеров для меня его еще не сыграл, так как я его вижу в книге. Я знаю, что я в меньшинстве, но извините. Я купила эту книгу только потому, что она красивая. Она с иллюстрациями Гриса Гримли. То есть мало того, что тут вот так вот красиво странички разукрашены, тут есть еще и цветные иллюстрации. Ну, например, вот. По-моему, это очень красиво и необычно. Хотя не скажу, что я фанат именно этих иллюстраций, но книжка с картинками – это всегда плюс для меня. И вот такой вам небольшой лайфхак, если вы хотите прочитать какую-либо книгу, но сомневаетесь, все время что-то оттягиваете. Если есть такая возможность, купите ее с картинками. Вам обязательно читать будет интереснее и легче. Это очень удобно, я теперь всегда так буду делать. Так что лучший детектив 2016 года – это Артур Конан Дойль. Также у меня есть номинация «Лучший роман в письмах», так как я в этом году читала книги подобного жанра. И я не смогла выделить одну, поэтому у меня их и две. Это «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» Мэри Энн Шефер и Энни Бироуз и «Письма с острова Скай» Джессики Брокму. Про эти две книги я точно вам рассказывала. Они обе дико интересные, обе написаны в форме писем. То есть здесь мы читаем письма писательниц, которая во время Второй мировой войны написала книгу. Вот сейчас она ездит по стране, как бы ее представляет, но в то же время она ищет тему для новой книги, не может ее найти. И вот ей однажды приходит письмо из отдаленного места, и у нее завязывается переписка с жителями этого острова. И они рассказывают о своей жизни, о том, что у них есть клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков. Ее это все начинает дико увлекать, и становится интересно. И, собственно, вот об этом книга. Но «Письма с острова Скай» затрагивают два временных отрезка. Первая – это переписка мужчины и женщины, начиная с 1912 года, по-моему. И потом это идет переписка женщины и ее дочери уже где-то, ну вот когда Вторая мировая война идет, примерно в 40-х годах. И здесь вот написана потрясающая история любви, которая мне дико понравилась. Поэтому я не могу как-то выбрать, какой из этих романов для меня лучше. Они оба прекрасны. И я поняла, что мне вот дико нравится вот этот жанр эпистолярного романа, потому что как будто ты подглядываешь за кем-то, читаешь чужие письма, но тебе за это вроде бы как бы не стыдно, потому что это книга. В общем, это очень интересно, очень здорово. Так что вот эти две мои любимицы 2016 года. И я не знала, под какую номинацию можно подогнать эту книгу, поэтому назвала ее «Лучшая книга о взрослении». Это книга Сары Уинман, «Когда Бог был кроликом». Про нее я точно вам рассказывала. И в то время она меня привела в дикий восторг. Это история про девочки, которая рассказывает свою жизнь, начиная вот с маленького возраста и уже до того момента, когда она становится взрослой женщиной. И эта история не только о ней, но еще и о ее семье. И о кролике по кличке Бог. Это довольно непростая книга. Она местами странная, в ней очень много таких грустных моментов. То есть там и смерть близких, и болезни, и башни близнецы, и изнасилования здесь есть. Но в то же время она какая-то очень добрая и светлая. То есть ты ее читаешь, что тебе хочется жить. Я знаю, что многие ее критикуют, она многим не нравится. И я понимаю совершенно прекрасно, почему так происходит. Но вот лично мне она пришлась по душе. Вот прям с первых строк она меня захватила и не отпускала до конца. Мне было очень грустно и дико жалко с ней расставаться. Далее у меня идет номинация «Лучшая книга о Индии». И в этой книге у меня победитель Элли Нью-Йорк «Сандаловое дерево». Не скажу, что я очень много книг прочитала про Индию в этом году. Просто мне дико понравилась эта книга. Я не знала, куда ее отнести, потому что, в принципе, тут есть и письма, и ее можно с натяжкой отнести к жанру пистолярного романа. Но в то же время как бы и нельзя. Но также в ней главное место занимает Индия. В основном все действия происходят в Индии. Сказаны про индийские традиции, про войны, которые так называются. Там происходили, про любовь, которая там случалась. Также она рассказывает про жизнь англичанки, которая приезжает вместе с своим мужем и маленьким сыном в Индию. И вот ей приходится как-то там жить, как-то выживать, привыкать к их обычаям, к климату, к их одеждам, к их пище и так далее. Это очень интересно. Безумно просто. Я думаю, что если вы такой же фанат Индии, как и я, то вам эта книга обязательно понравится. И здорово, что здесь есть два временных отрезка. То есть вот эта англичанка, которая приезжает, она находит случайно письма, которые были написаны сто лет назад женщине, которая жила в этом же самом доме. И вот она решает разобраться в этой истории, понять, что же там все-таки произошло. Так что если вы любите всякие загадки, семейные тайны, читать о взаимоотношении двух людей, читать о Индии, если так можно не любить читать о Индии, то, в общем, вам эта книга обязательно понравится. Меня она именно этим и покорила. Далее я вам покажу лучшую книгу о войне, можно даже сказать конкретнее, о Второй мировой войне. И эта книга Эльха Мария Ремарка «Возлюби ближнего своего». Также не скажу, что я дико много книг прочитала о войне или о Второй мировой войне, потому что это не самая моя любимая тема. Но я дико обожаю Ремарка. Он просто прекрасен, шикарен. И я не могла не выделить эту книгу. Она и о войне, и о любви, и о доброте, и о выживании, и о несправедливости всего мира. Но она так прекрасно заканчивается с такой вот тревожной, призрачной надеждой на лучшее, что я просто не могла ее не выделить. Так что если вы поклонник Ремарка, но еще не читали эту книгу, то я думаю, вам обязательно стоит это сделать. Это произведение одно из немногих, которое заканчивается именно вот так вот. Не таким вот полным крути-разочарованием финалом, а вот именно таким вот, пусть призрачным, но все-таки светлым финалом. Мне это дико понравилось. Одна из моих теперь любимых книг. Но, собственно, все книги, которые я читала у Ремарка, для меня прекрасны, и я их все по-своему нежно люблю. Надо, наверное, снять отдельное видео о том, что я советую прочитать у Ремарка. Далее номинация «Герои года», то есть та книга, в которой мне безумно понравились именно ее главные герои, и это книга Маркуса Зусака «Книжный вор». До этого я смотрела фильм, я просто в него влюбилась, и после этого я решила прочитать книгу. Также я не знала, какую номинацию ее отнести, ну а просто показывать, знаете, книги вам, вот это мне понравилось, вот это, это, как-то мне кажется, неинтересно, поэтому я придумала вот такую номинацию, тем более, что практически все герои в этой книге мне понравились. То есть кто-то в хорошем смысле, кто-то в плохом, но они все прекрасны, все очень яркие, запоминающиеся. Один главный герой, рассказчик смерть, чего стоит, мне кажется, он просто восхитителен. И мне понравилось, что именно вот книга, написанная от лица смерти, о ее видении мира, о ее видении всего происходящего. Ну и, конечно же, девочка Лизель, просто прекрасная. И, конечно же, эта книга также о Второй мировой войне, я думаю, многие знают, но именно вот о Второй мировой войне глазами самих немцев, обычных жителей, и что не все, грубо говоря, они такие плохие, не все они были за Гитлера. И что они также страдали, их бомбили, и, в общем, это все дико интересно и грустно читать. Но это одна теперь из моих любимых книг определенно. Ну а теперь давайте с вами определим писательницу года. Я, если честно, ни минуты не думала, когда придумала эту номинацию. Для меня писательницей года стала Нарине Абгарян. Тут у меня ее книга «С неба упали три яблока», которую я в этом году прочитала, из которой у меня началась любовь к этой писательнице. Она у меня даже подписана. Не знаю, вам, наверное, видно, я надеюсь. То есть, да, я прям горжусь тем, что она у меня с автографом. И как я уже, наверное, неоднократно рассказывала, что моя любовь к Нарине Абгарян началась не с ее книг, как ни странно, а именно с того момента, когда я увидела ее интервью на одной из книжных ярмарок. То есть я гуляла, ждала подругу, увидела, что идет встреча с писательницей, пошла просто послушать. Увидела Нарине Абгарян и просто вот буквально с первых вот ее слов в нее влюбилась, она безумно потрясающая, очень такая позитивная, добрая женщина. И я подумала, что такой вот чудесный человек не может писать плохих книг. Я пошла, тут же купила вот эту и у нее подписала. После этого я купила еще одну книгу, Люди, которые всегда со мной, и планирую купить ее последнюю, Зулали, по-моему, она называется. Нарине Абгарян пишет очень красивым, очень таким мелодичным языком. Ее истории довольно-таки такие обычные, житейские. То есть, например, вот эта книга рассказывает историю деревушки Моран, затерянной далеко в горах. То есть, там остались уже жить одни старики, молодежь вся уехала, и жизнь там далеко не сахар, как минимум климат там не очень хороший, они все уже в возрасте, но они все помогают друг другу. У них есть такая вот жажда жизни. На них столько всяких неприятностей сваливалось, и сваливается до сих пор, но они верят в лучшее. И это просто прекрасно, это просто невероятно. И самое удивительное, что вот, ну, я не жила в деревне, и вообще во мне нет армянских кровей, каких-то восточных, мне все это не должно быть близко, но оказалось настолько вот прям по душе, прям мое. Здесь не последнее место играет семья, все, как тут описано, мне все это тоже настолько близко оказалось. Я вспомнила своих каких-то родственников, бабушек, дедушек, которых сейчас нет уже с нами. Это было просто невероятно. Я могу про Нарине Абгарян, мне кажется, говорить часами. Я обязательно в следующем году прочитаю еще ее книги. Я думаю, что с ней выпали три яблока, я обязательно, когда я его перечитаю, она настолько прекрасна, и в то же время она такая позитивная, и так хорошо заканчивается. В общем, Нарине Абгарян определенно для меня писательница кода. Предпоследняя номинация это открытие кода. Для меня открытием кода стала Валентина Назарова и ее книга «Девушка с плеером». Я довольно редко читаю русских современных авторов, потому что довольно часто я разочаровываюсь или слышу какие-то совершенно нелицеприятные отзывы, и понимаю, что, да, наверное, мне не стоит это читать. Но вот как в случае с Нариной Абгарян, Валентина Назарова меня просто удивила, поразила и восхитила. Как я уже сказала, я не люблю жанр-детектив, но это как раз детективная история. Она рассказывает про девушку, у которой в свое время сестра уехала в Лондон, и там бесследно пропала. И вот проходит год, она вырастает, и она также едет в Англию, но в воде случае она отправляется на поиски своей сестры и пытается выяснить, что же с ней все-таки на самом деле произошло и где она сейчас. И даже мне, человеку, который не очень любит детектива, было безумно интересно заследить за ходом событий, было очень интересно узнать, что же там все-таки на самом деле произошло. И все здесь это приправлено таким, вот знаете, секс, наркотики и рок-н-ролл. Вот это прям точно про эту книгу. Здесь даже есть отдельный плейлист. Вначале каждой главы написано название какой-либо песни, она такая роковая. Здесь также довольно большое место уделено рок-фестивалю. В общем, это такая музыкальная книга, можно так сказать, рок-н-ролльная и дико интересная, и написана русским автором, что вдвойне приятнее. Лично для меня я приятно удивлена, и я очень жду, что у Валентины Назаровой выйдет еще новая книга, я обязательно ее тоже прочту. И да, у меня эта книжка тоже с автографом, что мне безумно приятно. Ну и последняя номинация это лучшая книга года. Наверное, одна из самых главных, можно сказать, номинаций. И лучшей книгой года для меня стала книга Эрин Моргенштерн «Ночной цирк». Очень давно я хотела познакомиться с этой историей, ее так нахваливали в свое время, что я даже прям боялась начинать ее читать, вдруг мне не понравится. Но тут что-то вот произошло, я решила за нее взяться. Я вам еще про нее не рассказывала, потому что я вот буквально недавно ее прочитала. Я осталась в диком восторге от этой истории, от ночного цирка, от всего волшебства, магии, которая там происходит. То есть она написана в жанре магического реализма, но магии, мне кажется, все-таки гораздо больше, чем реализма. Мне дико понравились все главные герои, они абсолютно потрясающие. Мне понравилась история любви в этой книге, мне понравилась сама идея цирка, как он весь устроен, как автор продумал вот устройство этого цирка, как он будет выглядеть, как там все будет происходить. Вообще-то история про двух волшебников, которые решили посоревноваться, но вместо того, чтобы напрямую сражаться, они выбрали себе по ученику, и вот ученики должны сражаться и таким самым выбрать победителя. Но учеников никто не спрашивал, хотят они этого или нет, потому что их начали обучать еще детьми. Мне кажется, вот это жуткая несправедливость, потому что, если бы ученики знали все условия и правила этих состязаний, вряд ли бы они согласились. Как и ученикам, читателям так же совершенно непонятно, какие правила у этого соревнования, но в то же время это безумно интересно читать и узнавать вместе с главными героями, что же там все-таки они должны делать и что должно происходить. Здесь, по-моему, не один десяток лет идет соревнование, и, в общем, здесь все прекрасно, и второстепенные герои, и главные, и вот история любви, и как вот само устройство этого цирка, и фолшебство, которое там происходит, и реализм, все совершенно идеально, кроме финала. Я понимаю, что странно выбирать такую книгу лучшей книгой года, но она действительно потрясающая, и если не брать во внимание финал, который, на мой взгляд, получился несколько скомканным, несколько грустным и несправедливым, я не хотела, чтобы книга так заканчивалась. В остальном, книга просто прекрасно идеальная, я обязательно ее когда-нибудь перечитаю, потому что, ну вот, я в нее дико влюбилась, мне было очень сложно расстаться с цирком, мне нравилось ходить по в шатрам, смотреть, что же там нового появилось, как разобьется соревнование, как развивается любовь, отношения главных героев, в общем, потрясающе замечательная книга, я поняла, почему все ее так любят, теперь я ее безумный фанат, и вообще мне очень нравится оформление этой книги, вообще все в этой книге для меня идеально, кроме финала. Финал бы я переписала, но, собственно говоря, у меня фантазия хорошая, поэтому я придумала свой. Почему нет? Так что лучшая книга года это «Ночной цирк». Ну, собственно говоря, на этом и все, вот такими вот получились мои книжные итоги уходящего 2016 года, я вас всех поздравляю с новым 2017 годом, я всем желаю счастья, здоровья, интересных, увлекательных книг, и пусть все ваши мечты сбываются, потому что все на свете возможно, стоит только захотеть. Ну, а на этом с вами прощаюсь, и очень надеюсь, что мы с вами увидимся в новом году и не раз. Я думаю, что вы знаете, что я всех очень люблю, целую, крепко обнимаю. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok